здравствуйте дорогуши жена не велела вас называть так как я вот ссылаясь на наш с вами приколный возраст называл в прошлом ролике буду называть дорогуши с нами с вами снова я позитивный дядька понравилось мне это название число значит а в преддверии нового года не буду тянуть долго у нас сегодня с вами то чего очень много в интернете не то что делали я думаю делала я думаю любая хозяйка это рулетики с красной рыбой вот зацените вот так их две рыбки одна из них семга другая из них форель шоу нас понадобится еще для начинки начинка у нас будет из сметаны укропа лимон туда пойдет огурец все это будет натираться с помощью терки подробности расскажу позднее но главное отличие смотрите чаще всего ну сколько я смотрел интернет делают такие рулетики из лаваша ну лаваш на мой взгляд это знаете такая хлебная завертка для различной еды то есть его употребляют в пищу там ну не знаю с разными начинками вот начиная с шаурмы да то есть это нечто салатное плюс мелкорезанное мясо либо им зачерпывают какие-то вязкие субстанции типа овощного или мясного рагу либо это и можно зачерпывать плов в конце концов если он очень жирный в него заворачивают шашлыки или люля кебаб но короче говоря это завертка понимаете тонкая хлебная завертка довольно жесткая чтобы вот держать форму в руках когда вы пользуетесь ей как ложкой вот черпаете да а жесткость лаваше лавашная жесткость вернее нам в данном случае не очень нужна представьте у нас субстанция да внутренняя то есть это слабосоленая очень нежная рыба сметана довольно такая плотная нож и такой кремообразной консистенции скажем так даже если сметана уже не жидкая то тем не менее она все равно ну такая нежная скажем по текстуре поэтому я предлагаю заворачивать рыбу не в лаваш а вот такие свеже испеченные блины вот смотрите видите блин гораздо нежнее по текстуре естественно чем лаваш и вот эта нежность блина нежность начинки нежность рыбы будут сочетаться прям как в песне помните песня была такая у анны герман мне нежность мы нежность мы долго их а друг друга вот и все три продукта тоже будут у нас прям продолжением одной сплошной нежность которая весьма подойдет в наши суровые брутальные годы два последних я имею ввиду ну что приступим давайте начнем с грязного ну то бишь со всякой нарезки шинковки и тому подобное тем более что это основная составляющая я уж не стал показывать как я жарил блины так мелко режем укроп конечно этого количества наверно мешковато на два небольших рулетика который у нас получится уйдет куда-нибудь в суп на посыпку там вот любимая российская зимняя зелень второе значит смотрите рулетов будет два начинок будет две первая начинка которую мы уже пробовали делать это естественно слабосоленая красная рыба сметана укроп чуть-чуть цедры лимона и немного лимонного сока все это как бы прокладывается рыба намазывается сметаной со всеми этими ингредиентами загоровачивается в рулете а вот второе я придумал только что я подумал что в принципе слабосоленая рыба неплохо сочетается со свежим огурцом поэтому давайте сделаем вот что так же как соус дзадзики или цацики мы сейчас это дело польем по трем огурец на крупной терке положим его в мисочку чуть-чуть подсолим и дадим постоять чтобы из огурца ушел лишний сок вот лишняя вода нам не нужна у нас сметана и так достаточно влажная потом замесим огурец в сметану возможно добавим чуть-чуть укропа тоже и проложим это дело этим делом слабосоленую рыбу натираем вместе со шкуркой сюда же сейчас потрем немного лимонной цедры чтобы сок отдавался пока будет вымачиваться верни огурец будет отдавать свою воду лимонная цедра придаст немного своего вкуса огурцу два ингредиента у нас готова можно заняться рыбой курок казалось очень нежная нож слишком остро заботиться о целости кусков тут не обязательно все равно это будет мелко нарезаться так пусть это будет у нас огурцов да она достаточно соленая огурчик нормально будет это вторая рыбка ну все давайте нарежем ее заодно удаляем косточки что-то рыба нончи не очень крашеная где-то я читал что энергии теперь лосось можно заказать определенного цвета ну не нам с вами конечно а оптовым продавцам рыбы и они вам вырастет благодаря добавлению лососьовый корм определенных цветовых красителей мясо лосось приобретает прям нужный цвет потому что в разных странах оказывается предпочитает цвет лосося разный от насыщенного красно-розового до вот такого вот до такого вот светло-розового рулетики будут небольшие этой рыбы нам вполне достатки так это вот семга про то как красит семгу я не знаю текстура у нее нежнее чем у форели она даже не режется а просто давится хотя и нож острый так ну что вот собственно и все вся подготовка господи занимает совсем времени с гульки нос ну не считая конечно допустим жарки блинов кстати о блинах предупреждаю блины должны быть без дырочек но все хозяйки любят гордиться тоненькими и дырчатыми блинами в данном случае блины лучше чтобы были поплотнее потому что им же нужно держать начинку и без дырочек чтобы сметана через них не выдавливалась вот еще пожарили блин обязательно смажьте его растопленным сливочным маслом потому что масло немножко пропитает блин ну может быть жирновато но зато опять же они не будут промокать от сметаны вот собственно все мои рекомендации так продолжим ну что давайте займемся изготовлением начинки начинок 2 так вот во первых видите я в укроп подрезал ой потёр еще немножко цедры цедры лимона из этих половинок этого же лимона мы будем выжимать сок а вот огурец который принципе видите уже дал достаточно воды сейчас мы это дело все ценю чтобы он был посуше нам не нужен огуречный сок нам нужна его хрустящая текстура хотя она уже не такая хрустящий допустим как вот не натертым огурцы но вот уж точно не надо это сок плотно отожмем да еще цвет даст я специально не стал защищать шкур удаленный огуречный сок можете использовать на маску добавляем сюда еще щепот цедры немножечко лимонного сока ну и пачку сметаны в общем один рулет будет огуречно рыбный а второй будет рыбно-укропный ну укроп конечно добавляем не весь я думаю вот этого иначе укроп так зашибет рыбу что никто у вас рыбу там не найдет аналогично выдавливаем пакет сметаны сметана свежая у него своей кислоты нет и сметанная кислота не совсем то что нам нужно берите сметану свежую можно даже еще укропца добавить смотрите сметана довольно жирная а на вкус укропа может быть и свяжет все номер один она получилась погуще естественно ну посмотрим что в итоге будет собственно все вот наши готовые ингредиенты будем приступать к сворачиванию рулет не удивляйтесь что изменился фон и вообще тут все как-то видите так странно стало короче это фольга фольга довольно широкая смотри какой ширины большую такую продают фикс прайсе ну я брал фикс прайсе возможно еще где-то бывает эта фольга примерно на треть шире обычный или даже раза в полтора наверное вот смотрите вот такой обычно обычная фольга бывает а это вам насколько шире заворачивать естественно лучше в такую чуть подороже кстати она особо прочная по толщине раза в полтора опять же толще чем обычная ну и что берем наши блинчики вот так вот понимаете жесткий лавашу тубы причем лаваш сохнет еще в процессе приготовления дальше мы укладываем рыбу давайте эту нашу розовую не укладывайте очень много найти ты все таки рулетик ну даже можно было ну так вот сделаем хвостики потом безрыбные отрежем можем распределили сколько есть вот так вот ориентировочно всем будем ее делать давайте делать будем без огурца вот это вот и выкладываем сюда нашу сметанку нужен сметаны немного получилось нужно было побольше ну ничего тут же главное чтобы вы поняли принцип принцип приготовления ну и все и дальше вот так вот сворачиваем рулетиком вот так вот подкручивая блин собственно говоря он сам у вас и опачки и свернется вот получилась такая колбасня теперь этот край мы подворачиваем сюда и возвращаем все обратно ну все-таки рулетик должен быть круглый вот эти блинные хвосты мы подворачиваем так убираемся в холодильник займемся старый довольно тонкий пошла рыбка можете не раскладывать ее ровными рядами и колоннами делает я в первом рулете вот так вот слегонца разложили разровняли никто вас потом эту середку не увидит как она сложена в шахматном порядке или по диагонали главное чтобы в каждом кусочке было достаточно рыбки ну в общем как то так вот такой рулетик будет берем нашу вторую жирку с угурцом если вдруг в процессе заворачивания вы подумали что чего-то не доложили можете сделать прям здесь ну так вот это так чисто продемонстрирую ну шо и сворачиваем вот они родные завернулись и покатились обратно все загибаем хвосты фольга вот настолько прозная и толстая что они тут лежат себе как в футляре все отправляем в холодильник ну часов на 6-12 чтобы сметана может быть немножко прихватилась а потом порежем посмотрим что же вышло ну и заценим вкус ну что ж давайте достанем наш рулетик вернее оба посмотрим что там подморозил смотрите как они и даже не прогибаются практически вот оба 2 стали поплотнее сметана видимо остыла стало пожёстче жирненькие блины за счет сливочного масла которые могли привитли к фольге но это не страшно хвосты отрезается и так вот смотрите что в разрезе это мы сейчас попробуем отнесем дегустационной комиссии отрежем обе жопки обе жопы неприличные нами ну что я конечно не пробовал из лаваша рулет про который говорил вам вначале но мне все таки кажется что вот этот вот мягкий нежный блин даже немножко остывший в холодильнике такой чуть чуть такой уплотнившись все равно лучше чем лаваш даже если лаваш пропитается скажем вашей начинкой кстати говоря в качестве начинки часто используют не сметана плавленый сыр ну вот на мой взгляд он тоже слишком жесткий будет хорошо попробуйте ну вот вот еще раз покажу вам на среде с одной стороны любая идентична вкусно но это первый номер нас давайте посмотрим что со вторым ведь сразу съедать не будем поэтому возвращаем на базу заворачиваем пусть лежит не ждет своего лет номер два гульцом видите плотная фольга не рвется и сворачивается и разворачивается особо экономные конечно могут и вообще не использовать по нескольку раз вы можете наматывать ее обратно на рулон и даже можете черта тут у меня с пленом и так он вывернулся да вот это огурчиком блин сидим отдельно хвост и так с огурцом появляется такая знаете дополнительная свежесть и он хрустит теперь я буду делать только с огурцом попробуем на ком-нибудь на членах семьи ну что ж собственно говоря давайте покажу вот разрез от рыбы немножко ну собственно говоря от но кто-то может сказать ваш жадничать так мало рыбы так на были это нормально вот понимаете когда одна рыба вот должна быть гармонии в блюде то есть сочетание продуктов которые в нее входят они должны чувствоваться каждый здесь чувствуется и сметана и чуть-чуть кислинка лимонная и рыба которая в общем не забивает все остальное короче в общем это хорошо это лучше чем лаваш и лучше чем плавленый сыр гарантирую короче готовьте это не только к новому году и пусть у вас всегда будет вкусный красивый богатый стол для вас для всей вашей семьи и ваших друзей будьте счастливы